Итак, привет всем! В честь выгода Jagged Alliance 3 я решил поиграть в Jagged Alliance 2. Но не просто в Jagged Alliance 2, а с модами, соответственно. Потому что J3 вышла, мягко скажем, ну, для фанатской аудитории не слишком... не слишком... как бы сказать, помягче. Не слишком то, что ожидалось. Поэтому ностальгия по этой игрушке меня все-таки обуяло. И сам я решил поставить Jagged Alliance 2 себе с модом 1.13. С фанатским модом. Плюс с картами Wildfire. И плюс с модом на искусственный интеллект от Sven. Который вы можете найти и скачать на сайте AIM. Ну, ссылки все я под видео размещу. О чем вкратце хотел бы рассказать. Решил начать игру с того, что наемники у меня не будут неубиваемыми RAMBO, которые там вдвоем смогут зачистить сектор спокойно, да, и особо не напрягаясь. А будут выполнять в основном роль военспецов, отправленных в страну третьего мира, соответственно, для совершения государственного переворота. Будут заниматься тренировкой ополчения, планированием стратегических задач на карте и так далее. Ну и, соответственно, тайными операциями какими-то. Игру решил вести от ополчения. Чем я здесь занимался 29 игровых дней? По сути, эта игра у меня заняла чуть меньше недели, пока я здесь ковыряюсь. Игру строят ополчения, именно. То есть, тренируя ополчение и продвигая линию фронта, скажем так. В моде 1.13 есть одна замечательная особенность. Вот. С помощью радиостанции у тебя любой, ну, не любой наемник, имеющий перк радист, скажем так, да, он может вызвать из ближайших секторов перетащить ополчение в тот сектор, где находится. А также может вызвать арт-налет, арт-поддержку, если у тебя там в соседнем секторе присутствует ополчение такое-то. Они могут тебе артиллерийскую поддержку оказать. И так далее. Плюшек на самом деле здесь много. Вот. Описывать их понадобится очень много времени. Я бы хотел остановиться просто на игровом процессе, который меня влёк, затянул, вот, и хотел бы поделиться с вами. Первое, что я здесь делал, это, естественно, увеличил урон от всего огнестрельного оружия. в игре. Для чего? Ну, во-первых, чтобы у меня наёмники не были. Рэмбо, как я говорил раньше, да, вот, чтобы не было таких ситуаций, когда пуля 7.62, да, не может пробить бронежилет. Это бред. 5.45 еще ладно, бронежилет может худо-бедно остановить, и то, несмотря с какого расстояния. Вот, ну, 7.62 из выпущенной из винтовки СВД снайперской. Вот, какой бы у тебя не был хороший навороченный бронежилет, он вряд ли остановит, тем более с ближних дистанций. Соответственно, бои стали быстрее проходить скоротечней с участием в ополчении. Ну, и, соответственно, пылу поубавилось у моих наёмников зачистить в одиночку сектор. Продемонстрирую я сейчас вообще возможности, какие есть здесь. На примере захвата вот этого вот сектора. Сектор у нас Е11. также продемонстрирую, посмотрите, как ведёт себя искусственный интеллект ополченцев новый, который от СВНа. Как по мне, достаточно достаточно адекватно. Вот, рассредотачиваются по карте, ведут в закрытых позициях огонь на подавление, обходные манёвры с флангов совершают и так далее. То есть, достаточно интересно за ними наблюдать. Ну, соответственно, увеличил я присутствие ополчения в квадрате в одном, то есть, до 32 человек. Противник может атаковать квадрат силами 40 человек. 40 бойцов. Причём, в составе подразделений вражеских часто очень элита присутствует. Вот. Мне же, чтобы получить элиту, приходится, то есть, тренировку вручную элиты я отключил. приходится проводить много боёв и вот, если они выживут, они становятся элитными товарищами. Спецназ у меня находится вот здесь вот на, скажем так, настоящий момент, на станции ПВО. Станции. Ну, станции. Пусть будет станции ПВО. Вот. Оброняет её. от атак. Включил также вообще настройки этого мода 1.13. Они сильно позволяют, скажем так, настроить игру под себя, как ты хочешь. Полностью. От урона оружия, вот, заканчивая количеством, размером ополчения, сложностью атак врага и так далее, и так далее. Там, всё не перечислить. Может быть, в дальнейшем в других видео остановимся на этом поподробнее. Покажу, как действует радиостанция сейчас. Вот. Мы видим, что ополченцы у нас есть в этом районе. Вот. Квадрат Д-10. Вот. Мы сейчас подтянем войска отсюда в квадрат Е-10. Затем переместимся вот сюда нашими наёмниками двумя и займём вот эту территорию при помощи вот этого отряда и вот этого. Делается это всё на самом деле просто. Для того, чтобы вызвать ополченцев, ну, взаимодействовать с радиостанцией, нужно её, во-первых, поместить на спину. Вот. Потом нажимаем Shift и Shift 4 Shift плюс четвёрку кнопку. Получается радист. Здесь вот есть варианты, которые может, действия, которые он может совершать. Вот. Он может прослушивать частоты для обнаружения противника, сканировать радиочастоты, чтобы узнать, кто ставит помехи. Кстати, искусственный интеллект активно, ну, противник активно ставит помехи при атаке секторов, чтобы я не мог вызвать ни артиллерийскую поддержку, ни подкрепление. Вот. Но об этом тоже поподробнее позже. Вызываем сейчас подкрепление сектора Д-10 всех. Вот. И они у нас появляются на краю карты, естественно. Вот они. Таким образом они у нас занимают сектор. Вот этот. На карте, на стратегической, естественно, видны все изменения. Ну вот. Подберем обратно рюкзачок. Это возможно нам пригодится. Положим в него радиостанцию и двинем дальше спокойно в соседний сектор. Хотел бы сказать поподробнее об искусственном интеллекте здесь. Почему я так долго топчусь здесь? Ну, во-первых, да, из-за того, что тренировал ополчение. Вот. Не проходил квесты никакие. не очень мне интересно. Квестовая часть игры больше привлекает, скажем так, стратегической составляющей, тактической. из-за того, что если я сам включил в опциях возможность противникам атаковать важные сектора, массированные атаки проводить с разных сторон, была у меня тут зверская атака на свежезахваченную шахту в Камбрии. искусственный интеллект собрал войска с флангов перед атакой этой шахты и с фронта и со всех сторон, с трех сторон начал атаковать, пытаясь меня выбить отсюда. Было у меня здесь три наемника всего и ополченцев, наверное, человек 10-15. еле-еле отбились. Мясорубка была знатная, то есть как мы можем видеть. Вызывал подкрепление из соседнего сектора. Искусственный интеллект здесь расположил резерв таким образом свой вот здесь за камнями, что они подход подкреплений перекрывали практически. Также я в игрушке настроил под себя дальность видимости увеличил и добавил возможность врагу и вообще бойцам стрелять за пределы зоны видимости и за пределы прицельной дальности. Соответственно, они стали чаще использовать огонь на подавление и чаще начали стрелять вслепую, скажем так. Таким образом, здесь 4 человека по-моему было или 3 вражеских бойца, вот их видно они валяются, которые полностью перекрывали вот этот перекресток. огнем из них два снайпера вот у меня здесь ополченцы долго и безуспешно пытались штурмовать вот это вот это залежи камней с врагом внутри. Ну, все равно со временем прорвались и подоспели на помощь основным силам. вот в этой атаке противник активно использовал миномет расположив его где-то здесь вот обстреливал мой блокпост из миномета ну, а мои ребята лежали вот здесь на крыше и отстреливались как могли. Вот, атака была с трех направлений отсюда отсюда и вот здесь сверху он в атаку не переходил просто держал вот этот перекресток под прицелом прицельным огнем. вот было достаточно интересно но это благодаря как раз модный искусственный интеллект свинутскому где враги и ополченцы ведут себя вполне адекватно вот еще я увеличил урон от гранат и мин от взрывчатки от всей соответственно чтобы не было такого ополченец наступил на мину или противник на мину наступил взорвалась она встал отряхнулся и дальше побежал теперь она действительно вырубает и если не насмерть то надолго итак вернемся к штурму этого сектора который Е11 противника здесь не очень много единственная сложность это бой в условиях ночной в ночных условиях плохой видимости но я надеюсь ополченцы справятся с этим в принципе давайте понаблюдаем как это будет происходить при вхождении в сектор моих наемников соответственно игра сразу спросит вызвать подкрепление или не вызвать из соседних секторов так как у нас ополчение располагается вот таким образом по отношению к этому сектору соответственно соответственно подкрепление будут вызваны из сектора е10 и сектора d11 для атаки вот этого квадрата артиллерию мы наверное вот предлагаю артиллерию мы вызывать не будем я думаю полченцы сами справятся заодно и прокачаются задача показать вам как действует искусственный интеллект на карте так ну здесь в лесочке расположимся группой из двух человек поехали наполчение пошло то есть соответственно оно у нас из этого сектора подошло и из этого из двух направлений начинает атаку и таким образом постепенно двигая линию фронта в сторону медуны война на карте на мой взгляд будет более похожа на гражданскую войну в стране третьего мира чем если бы я допустим наемниками одними воевал ополчение на рожон не лезет потихонечку продвигается ну и мы тоже торопиться не будем слушаю внимательно вас понял я уже говорил что урон оружия здесь увеличен вот поэтому бои стали более скоротечными не пытаются они прострелить друг другу по 8 ходов больше критических попаданий в частности ополчение использует огонь подавления подавляя своих заодно но ничего страшного то есть по сравнению с оригиналом они не бегут толпой в одну точку а рассредотачиваются по карте пытаясь занять более выгодные позиции укрытия слушаю внимательно в настоящий момент в секторе присутствует сейчас посмотрим сколько так ну 5 всего противников и толпа ополчения то есть вот этот квадратик перечеркнут пополам означает что здесь 10 человек такое сокращение то есть 20 задавит сейчас числом затягивать особо не буду служит служит внимательно будем быстренько перемещаться в эту сторону пока нет 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, резво рвет противника Здесь просто явно численное превосходство И бойцы противника не регулярная армия Новобранцы При встрече со спецназом вражеским, конечно, потери меняются немножко в другую сторону Плюс при атаках он еще использует противника активно Минометы, подствольники И вытащить бой становится достаточно сложно Стараюсь играть без лишних сохранений Если убили наемника с шальной пулей Ну, соответственно, судьба такая Ну и стараюсь не рисковать ими Зря Все-таки они выполняют роль больше военспецов Чем ударной силы какой-то Так, ополчение активно подбирает Лучшее оружие в бою Соответственно, дальше Воевать он будет уже с тем, что подобрал Включая бронежилеты, каски Вот мы видим Что он подбирает трофейное оружие И дальше воюет с ним Пулемет подобрал Вополнение боеприпасов у ополченцев Стоит автоматически, естественно Чтобы не приходилось там по сектору бегать И искать себе патроны Или воевать с одним ножом Когда патроны закончились На какие-то моменты Ради геймплея Приходится закрывать глаза Потому что в игре Не реализована система поставок Отдельно Противник из кустов Отстрелялся по моему ополченцу Недолго в кустах просидел На самом деле Благодаря тому, что урон оружия увеличен Бои не такие долгие Как могли бы быть Даже при большом Скоплении народа Так же имея На голове наушники Ну В экипировке Вот Усилитель звука Мы можем ополченцам Приказать Отдать определенные приказы То есть Как одному ополченцу Так и всем То есть Всем рассеется Всем в укрытии И так далее То есть Вот это Полезно Когда идет атака На сектор врага А ополченцы пошли В контратаку В меньшинстве Причем Вот им полезно Дать Команду Допустим Держать оборону Всем И они будут оставаться на месте Ну большинство их будет оставаться на месте И вести огонь уже Со своих позиций Не лезя на рожон А то они любят куда-нибудь забежать Прям под выстрел Активно вооружаются Ополченцы Попутно Используют камуфляж Но это по-моему В 1.13 Они и так использовали Итак Не подожди Девушки ускорение хода искусственного интеллекта я не ставил в избежание всяких багов глюков и так далее что дать им возможность спокойно побегать по тем алгоритм который написан прописан можно попробовать поставить ускорение хода они будут еще быстрее ходить служим внимательно какое-то здание тут они блокпост себе организовали естественно мне не хватает возможности строительства укреплений в обычных секторах не в городских сколько я не пытался как-то это все дело порешать не получается то есть укрепление мы можем строить только определенных секторах где уже есть допустим мешки колючей проволокой так далее там мы можем что-то построить вот а просто вот здесь организовать блокпост и укрепить линию фронта не получится очень я пока не нашел решение как это сделать ну то есть еще до редактора карт не добрался если желание не пропадет запал то можно поковыряясь в редакторе карты получится металл с этой как-то поменять в секторах добавить возможность вообще во всех строить полевые укрепления в виде мешков слушаю внимательно можно просто на звук выстрелить не видя его на вот попробуем подавить его очередью этого товарища чтобы его потом ополченцы там порвали они так-то просто подавить его нет не видит не видит и гранату бросать опасно за зацепит моих ополченцев вам пускай сами разбираются ну вот и все похоже забрались ну вот грубо говоря так это выглядит теперь картина следующая то есть четыре новобранца стали лидовыми ополченцами синенькими вот элиту получить очень сложно то есть они там достаточно много опыта требуется у боя у бойца для того чтобы стать или элитным ну это ведь не интересно играть одной элиты одним спецназом вот у меня всего в армии от сил 10 человек 15 наберется элитчиков вот распределить мы их можем таким же образом как и перемещали их вот в этот сектор соответственно выходим в соседний и вызываем сюда сколько человек нам надо то есть вот сейчас здесь группа из 20 человек из 20 человек с лишним вот нам их нужно разделить хотя бы по 10 вот переходим в этот сектор и вызываем с помощью радиостанции соответственно сколько нам нужно так тренировка ополчения продолжается да есть и я естественно раз я решил играть это ополчение я убрал стоимость содержания новобранцев и рядовое ополчение меня не получает зарплату получая зарплату только элитчики на зарплату получают достаточно высокую но то есть он уже перешел в роль спецназа значит он получает соответственно он имеет определенное вооружение получает определенную зарплату за это все а если воюют за идею товарищи слушай внимательно слушай внимательно также убираем рюкзак нажимаем shift 4 и вызываем подкрепление соседнего сектора и один сколько нам нужно 15 10 ну давайте так как тот сектор важный там оставим больше народу сюда 10 человек вызовем вот они появились пожалуйста также складываем радиостанцию в рюкзак обратно и все и продолжаем воевать таким образом мы видим что нас линии фронта продвинулся чуть сюда вот продвигаясь вперед разведывая дальше сектора и вызывая вот идущих за нами ополченцев да мы можем двигать линию фронта вплоть куда захотим ну собственно вот так вот красненький обзор если нужно что-то подробней возможности этого мода возможности редактора в котором можно параметры задавать и так далее вы пишите в комментариях вот запишу видео ну все пока до новых роликов и Продолжение следует...